Всем привет, ребята, привет, доброе утро, добрый вечер. Короче, мы в новом аэропорту Абу-Даби. В прошлые два раза показывали им старый аэропорт, а сейчас это сайт International Airport. Открылся недавно, полгода назад. Но ехать так добряче от того аэропорта, прилично, минут 20. А тот аэропорт старый, с таким куколом, уже там местные улицы. Сейчас смотрите. Ребята стоят тут, смеялись. Мы снимать начали, они так успокоились немножко. Вот он какой. Называется аэропорт Зайда. Ну, шейха Зайда. Прекрасно знаем, кто это такой. Волна прям такая идет, да, сиди отсюда, пошли еще выходы, пошли, пошли, пошли. В общем, сейчас, народ, у нас с вами новый аэропорт. А вон там, Наташа улыбается. Там что творится вообще? Наши чемоданчики, кстати, мы уже их сфоткали, вот такие чемоданчики в труселятках. Мы их зафоткали. На всякий случай сфоткайте свои вещи при потере багажа. Легче писать, придавить фотку просто. Вот такие лайфхаки от нашего канала. А мы сейчас заходим в новый аэропорт и покажем уже все изнутри. Ставьте лайки. Всем пока. Кстати, как я хлопнулась на скутере. Было весело. Ставьте лайки. Вот уже внутренне вошли, Наташа входит, она там снимала. Говорит, нужно снять, если я вам показать. Сейчас вам покажу, Наташа сказала. Сейчас, пока, смотрите. Просто красиво, как волна, реально. Увидите ли вы, не знаю. Но, наверное, да, вот классно смотрится. Сделано очень жарко. Плюс 50 чем-то на улице, поэтому не заходим в аэропорт. И вот какой он. Очень много местных семей. Постараюсь их сейчас не показывать, а то начнутся вопли. Ну, а вообще, пойдем на регистрацию, потом потихонечку аэропорт покажем. Ну, вот такая красота. Смотрите. Ну, если Наталку впечатляет. Вот уж. И прямо водичку я уже вижу. Есть водичка. Не надо никуда бегать. В фонтанчик есть, да? Можно просто себе взять водичку и выпить. А где она? А, вот все вижу в туалет. Вон там туалет и вон там вот прямо. Есть водичка, все есть. Классно, классно. Смотрите, друзья, туалеты есть. Хорошие, все нормально. Есть и бумага, и все, что надо. И вот питьевая водичка. Вот она. Это я, привет. А мы сейчас... О, нажимаем так. И бутылочку можно набрать и попить. Так что все есть. Drinking water. Агудаби отвечает. Возле туалета есть всякие шоколадки, чипсики стоят. Вот чипсики меньше доллара чуть-чуть. Шоколадки где-то полтора доллара. Водичка чуть меньше доллара. Вот странно, даже не пластиковая. Вы смотрите, кстати, мой лайфхак. Как провести санитайзер. Наташа говорит, наверное, смеяться будут пограничники. Из Базенбоди прикольный санитайзер с такой штучкой. Сказано, жидкость должна быть запакована в пулечек. Все. Жидкость запакована в пулечек. Все сделано. Народ, прошли только что контроль. Вообще фантастика. Просто проходишь и паспорт кладешь. Тебя в глаза твои отсканировали и ты вышел. Ни паспорты, ни печать не ставишь. Ни пачкаешь вообще, как бы, ну этими печатками страницы. Вообще шикарно. На переверке тут на таможне или как это? Сейчас я быстренько покажу. Жук-жук. Быстро все сделали. Класс. Красота. И вышли прямо, как она стала, в Диор. В Диор. Помните, как я в Дубае за один день Диор перепутала? Выявит он. Боже, рожей немало, так цикаво. Так, ну сейчас походим, вам покажем. Там женщина уже блилась Диором с этим. Молодец. Видите, по линейке. Пока не видим, к сожалению, тачечек маленьких. Прето все на себе тоскать. Ну ладно, но уже как-то вообще красота какая-то. Особенно блестяшки там, блестяшки. Ох. Ну вообще, ну пока, пока вообще. Аэропорт пока крутой, да, вообще. Особенно то, что ты проходишь без ID. Обычно если ты резидент, ты проходишь. Просто ты пришел, положил паспорт. Сетчатку лас отсканировали, все, ты пошел. Я паспорт не клала. А я клала паспорт. Не, он сказал просто подивись это. Я еще паспорт положила. Не, он сказал подивись. Просто по глазам. Да, там, чпокись. Проходим просто по глазам. Чпокись. Давай, все. Не, ну конечно, мы уже в ютике. И смотрите, какая красота. Просто вообще. Ну, яркие цвета. Просто я ведусь на яркие цвета. Как Наташа на блестяшечке. Красота и Валентино, Прада. Шортик сняли в Диоре небольшой. И Наташа хочет Бенгаликонс. Кто знает, что это вообще Бенгаликонс? Я не знаю, впервые слышу. Но уже Наташа вот... А это что у нас? Это Шарлотта Тилбери выпустила свои духи. Это она косметику выпускает, а это она духи свои выпустила. Шарлотта Тилбери. А, вижу, вот смотрите, Шарлотта Тилбери. Ну, вот такой вот бренд. И Наташа уже прям классно. Здесь, кстати, интернет есть, чтобы подключиться и посмотреть про парфюмы. И Наташа уже вот сразу сказала, что здесь тоже круто. Смотрите, Magic Energy, что-то еще, что-то еще. Love Frequency, Calm Bliss. Название прикольно. Вот, сразу сцена озвучу. 154 доллара написано. А, мальчик? Ну, не дешево, не дешево. Ну, давайте посмотрим Бенгали. Знаете, что мне нравятся картиночки? Офигеть просто. Я не знаю, сейчас... Это вообще, что за сказка такая. За 263 доллара. Такие похожие были, по-моему. Мы видели девочек с ножками в корами. За недорого. Ну, вот. Такие всякие есть парфюмы с головами в животных. И надо звать Наташу, чтобы она немножко ароматы понюхала и вам рассказала. Сейчас у меня настроения не хоть ничего нету. Ну, как, не то, что настроения нету. Просто как-то, ну, лучше Наташа вам расскажет. Наташа же там какой-то шорс снимать или подружкам видео. Надеюсь, что дождемся. А вот я, у меня все в порядке. После позавчера ропнулась со скутера. Забыла его разложить и поехала. Вот. А до этого еще у меня плечо болело прилично. Ну, так скажу вам. Плечо встало на место. Все классно. О, йо-йо, народ. Посмотришь, какое вот это. Вот как ты уже взлетаешь на воздушном шаре с прекрасными вкусными духами. 197 долларов 48 центов. Охренеть цены. Не, я почему это? Понюхать. Наташа говорит, какую-то козу и девчонки рекомендуют понюхать. У нее много подружек по парфюмерии. Я здесь просто чувствую. Такой запах хороший, шикарный. Знаете, что мне понравилось? Дракончик. А, дракоша такой класс вообще. А тут волк, кабан. Коза. Так вот казанок. А, это баранчик, я поняла. Коза. Коза. Ну что? Ну вообще, вот впечатление не стоит. Где-то 200 баксов. 197, наверное. Я еще не нюхала. Я их никогда не знаю. Ой, вру, 263 доллара. Мама дорогая, давайте картинки. Все-таки я упаду на колено и покажу вам это все нормальненько так. Смотрите, какие коробочки запакованы. У-у-у, класс вообще. Лорд Джордж, Ясмин, Мистер Томсон, Тедди. Носорожку зовут Тедди. Прикольно. Ну что, все еще мы в дютике. Наташа там застряла. Всю эту голову козы хочет найти понюхать. Смотрите, вот уже проход, наверное, к всяким другим. На связи, к вкусняшкам, к алкоголю. А вот я нашла 40% скидки. То есть везде есть какие-то скидки. Ну есть, допустим, что там Гуччи. Какой-то Пурхом. 104 доллара. Что вот еще известно, вы можете знать. Наверное, Барбары. 101 доллар. Прикольные такие, конечно, коробочки с этими квадратиками. Вот еще какой-то Гуччи 112. Кстати, если какие-то ароматы знаете, пишите. Я просто вам вот покажу сейчас. Вверху Дирхам и внизу цены долларов. Вот что есть на распродаже. Что еще есть? Ну, многовато, многовато. Ну, скажу так, 23 доллара. Что это за? Аджмау. Аджмау – это прикольная фирма. Аджмау – это фирма местная. Наташа нравится. Аджмау – это фирма. Аджмау – это шайн. 23 доллара. Ну, неплохо. Вот. Всякий аристократ за 46 долларов. Просто рассмотрите. Не знаю, что-то бы себе взяли. Интересно. Комменты ставьте. Лайк поставьте. Будет приятно. На Сике. Кельвин Клянь. Постоянно на распродажах. 46 долларов есть. 50. 42 доллара. Адидас – 11 долларов. О! Совсем когда денежек немного, можно купить Адидас. Бренд с тремя полосочками. Дальше снова Барбали. Этернити. Хлоя. Что такое? По-моему, Таша, вот такой есть аромат. Не знаю. Такой, по-моему, есть. Дальше, что у нас? Давидов Кулл Вотор. Когда-то мне он очень нравился. Люблю вообще такие ароматы. Знаете, но... Сейчас, извините, скину ноутбук. Плечо болит. О! Зато присел, увидел аромат Дэвид Бекхем. А сейчас покажу. Вот Давидов Кулл Вотор. За... Извините, снова за 20... За 31 доллар. И 75 долларов. Устикей. Дальше что-то еще такое. Кенвин Клянь. Как губер разбитый, распухший. Дэвид Бекхем. Вот Дэвид Бекхем интересно попробовать. Дэвид Бекхем. 22 доллара, ёптель. Нормально? Это нормально. Ну и здесь, что у нас... Вот люди тоже стали смотрят. Тоже есть очень много. Тот же Томми. 37 баксов. Вот это прикольно. О, Томми, кстати, прикольно. Мы брали за 27 доллара. Вот такой Томми Георг. У меня. Прикольный аромат. И здесь он стоит 29. А мы за 27 брали. О, нормальные такие распродажки. Сейчас Наташа позову и расскажу. Люди покупают, люди берут. Вот. Гуляем с вами по дютику. Наташа оторвала от аромата. Много там понюхали. Хочу попробовать Дэвид Бекхем аромат. Дэвид Бекхем? Мне просто интересно. Куда пробовать Бекхем? Какой-то Блотер? Алина, будь, пахнет. Так, кстати, где Блотеры? В чем проблема? А ну дай мне руку. Дэвид Бекхем так не пахнет. Он не знает, что он так пахнет. Я вам покажу бутылочку Наташу. Это какой-то резкий такой. Ну, так есть что-то хвойное, непонятное, да? Поставь его на место. Сколько венку, что ли? 22 доллара. Сколько? 5 долларов нормальный. Да? Кстати, хотелось бы показать, он здесь Аджмала есть. Есть, там он целый Аджмала. Не, Аджмала. Здрасте, мы це бачили еще, извините, в 2011 году. Да. А у нас есть, ади сюда еще, тут есть наш Томми Гелл. Мы покупали Томми Гелл в воздухе. Покупали в воздухе Томми Гелл за 27 долларов. Здесь он 29. А вот есть Томми Бой или что? Ну, это что, может. Давайте еще сюда. А странно, где они тестеры? Слышишь, типа это, чтобы... Вообще не чувствую. А ну дай. А ну, пошел. Там и такие строгие ароматы не ухвал. Кью. А ты точно набрызгала? Не брызгай больше. Не треба. Краще, что-то гарнейше. Ну, не брызгай эту ерунду. Ну, честно. Ну, а что ты забиваешь? Мне не нравится, но... Не, это... Поставь его обратно. Нет, классный. Дай тебе рекомендуем. Иди по мою руку и пойдем чем-то богатым набрызгаем. Чем-то богатым. Ставьте лайки, мы чем-то богатым. Нарос, видите, маленькое счастье. Нашли вот такие тележки. Это просто шикарно. Просто поставили и уже носишь. Не надо ничего нагружать. Ни плечи, ни руки, ни спину. Вообще класс. А вот аэропорт, какой он же, он огромный все-таки. Смотрите. Огромный, красивый, разные выходы. Давайте затаим дыхание. И посмотрим. Просто красота. Вообще прикольный. Кстати, очень тепло. Мне нравится это. Даже как-то потненько, я бы сказала. Наташ, тепло в аэропорту, да? Да, мне жарко, если честно. Ну, может, потому что новое, ты знаешь, вон еще. Новое, шикарное. Вон даже где-то, смотрите, фудкорты. Где-то макдональдс есть. Так что, кому надо, еда тоже есть. Все снимаются, все снимаются. Вернулись в эту козу, точнее, в Пенх... Как его? Пенхалиган. Пенхалиган. Вот, и правильно помню. Вот. Так, я вам скажу, уже время мало остается. Мы ли здесь так залипли, или вообще 20 минут до посадки. Но, но, ребята, мы же летим визером. Мы забыли вам сказать. Мы летим визером. Поэтому уже есть смс-очка, что вам 30 минут с задержком. Помним все наши приключения с визером. Как отменяли рейс, как везли в отель. Мы даже сами завтрак там проводили. Было очень вкусно. Но все-таки хотелось бы вылетать вовремя. И весь прошлый июнь мы отслеживали, и визер опаздывал всего лишь на полчаса. Ну, вот и сегодня смс-очка. На полчаса визер опаздывает. Возвращаемся к Наташе. Просто хочется, чтобы какой-то аромат ты рассказала. А головку, голову покажи. Голубка. Да, извините. Петух, нет, это там. Кто, попугай? Попугайчик. Попугай. Слушай, такой классный, а потом, знаешь, как будто бы шампиньоны консервированные. Ага, шампиньоны консервированные. А ну, ну это мое, это, ну это цветок какой-то такой дает. Нет, аромат, но не консервированный. А мне? Аромат, но какой-то дымный, я бы сказала. А мне шампиньон. Дымный аромат. Так, нашла ты эту козу, что девчонки тебе? Нет, нет. Так, давай ищем. Так, ищем козу. Здесь я уже все вам показала. Констерка вообще прикольная. А Констанц ты хотела? Констанц. Мы ищем Констанц с вами, друзья. Вот Констанц я нашла, вот она коза. Какая молодец. Ставьте лайки. Коза, коза, Констанц, Констанц. Вот и нюхай. То есть Наташа рекомендовала, что супер вкусный аромат. Ну, не все ароматы, которые нравятся твоим друзьям, даже нравятся тебе. Мне это вообще Наташиный аромат и не очень нравятся. Давайте. Что, ут? Да не. Может, она расходится красиво? Ну, нужно разойтись. И знаете, мне чем-то напоминает такой вот ут с кожей. Неплохой ут с кожей и с деревом. Я не знаю, какие составляющие. Травы. Мне пахнут травы. Травы? Надо еще понюхать. Что за травы такие? Так, коробка. Кстати, вот без голов очень простая бутылочка. Очень. Sorry, can you tell me what is consist of Констанц? Какие нотки? И ингредиенты. А как мы знаем? Ой, открывай бутылочку водички там у мальчика стоит. Ага, вот такая книжечка такая, интересно. Сейчас мы вам посмотрим и расскажем, просто интересно. Кардамон, соленая карамель, табак. О, бачу, я тебе говорю, что что есть такие травы? Thank you. А do you have blotter? Держи, Наташ. Голову от козы. Ну, вот мы вам рассказали, показали. Один из ароматов новых, не дешевых, но вот довольно-таки прикольный. И конца края нет, конца края нет. Народ у нас, по идее, если Визер не опаздывал, через 20 минут уже должны в ворота были закрываться. Вот так мы, друзья, отошли и потерялись. Уже прям пишут, выходите на ворот, а мы даже вам ни сувениры не показали, ни еду никакую. Вон Эрмес Бутик. Кстати, Наташа там сейчас нюхает Эрмес в Дьюти Фри. Вот такой вот просто аэропорт вообще какой-то. Он блестяшечка какая-то, они показали. Обмен валюты. Вон табло уже. А я иду за Наташей, потому что будет смешно, если Визер улетит, а мы нет. Верия и Наташу с парфюмом забрали. Честно, народ, мы бежим. Смотрите, здесь ювелирка. Вкусные всякие сэндвичи и, не знаю, кофе, кафешки приятные, приличные. Не знаю по ценам, не можем даже вам сказать. Сладости, финики, видимо, здесь. Вот Лулу, кстати. Лулу, здесь вообще нормально все должно быть. Народ, мы просто мщимся, потому что написано, через 5 минут закрывается гейт. Ну, не знаю, про вообще на табло, про наше опоздание, пока ничего упомянуто не было. Я буду здесь жить. Ну что, добежали, стоим в очереди. Визер, ты, лето. Даже расстроенный шоу аэропорт не показали, не посмотрели. Зато она много духов посмотрела. За моей страсти я вот так вот... Ну, ну ничего. Обидно. Хотя, нет, все классно. Там живые растения, шикарные места для отдыха. Так, здесь тоже, смотрите, какие. Сейчас мы вот сюда вот сядем, посмотрите. Оп, оп, вообще шикарно. Мне аэропорт, круто, круто, народ, очень нравится. Свои только комменты тоже, пожалуйста, напишите. Друзья, привет. Вот мы уже зашли. Наташа говорит, я вообще хочу молчать. Такой аэропорт, что просто, а мы в шоке. Я была в 35 странах. Ты там тоже где-то в 35, наверное, в 25 точно. И вообще просто аэропорт, ну, мега. Мега. Ну, то есть тот, классно, что тот сделали для междугородних, а этот вообще, конечно, бимба просто. А сейчас хочу сказать, почему мы снова летим Визером. Просто коротко о главном. А то вы сейчас снова будете смеяться, что и Визером полетели, так его обхитивали. Ну, во-первых, Визер, вы же знаете, он же платит за все наши поездки, за отели, доплачивает даже на бесплатный отель. Смотрите, просто билет Абу-Даби, Краков, Краков, Абу-Даби на одного человека стоил Визер 668 долларов. Далее, Айр-Араби 870 долларов. И Флай-Дубай 924 доллара. Ну, разница есть просто. Ну, можете свои комменты и оставить, конечно. А я вам покажу, пока мы уже присели, вот в таких вот классных местечки, такие, да, кресла. Кресла дивана, даже вот мы сели, сзади никого нет, потому что сзади там вот туалет женщина стоит. И диванчики классные, что мы показали, они уже заняты были. Здесь очень классно подзарядочки. Простые кресла и кресла с такими откидушками. Вот таких кресел вообще там всего 5 было в том аэропорту, по-моему, за них вообще битва всегда была. А здесь, пожалуйста, сидишь себе. Ну, то есть круто, и задержка сейчас, говорят, всего лишь на 10 минут уже. То есть мы должны были в 7.50 вылетать, а сейчас типа 8. Ну, пока так говорят. Ну, а эти мы верим, потому что мы отслеживали опять-таки Визеер, и он уже задерживается как раз вот на полчаса. Так что, с одной стороны, классно долетим, а с другой стороны, ну, если Визеер нам еще раз бы заплатил по 483-й раз, по 480 евро, мы были бы совсем не против. Я вам бы разорился. Как мама сказала, он же увидит ваши фамилии в списке, он опаздывать не будет.